В 30-е и 40-е годы много меняется со статусом и вообще с самим биографическим повествованием. И интересные мне здесь сюжеты были такие, мне было интересно посмотреть статус героя, что меняется в значении самого понятия герой, обыкновенный, необыкновенный, выдающийся. Мне было интересно посмотреть, какие в это время идут дискуссии про эмоции допустимые, что может переживать этот герой, что не может, про какие-то другие его характеристики. И мне было интересно посмотреть, как по-разному выстраивается сама линия такой биографии, как эволюционировали представления об истории личности и о том, как эта история соотнесена с другими, со всеми, с обществом, насколько обычно нормальная, нормативная, экстраординарная эта история, как она соотнесена со страной. И я выбрала двух образцовых персонажей, которые задавались как образцовые, о них много очень тогда писали, естественно. Для 30-х годов я взяла Павлика Морозова, а для 40-х Зою Космодемьянскую. Немножко о Павлике писали постоянно в течение 50 лет, значит, меня сейчас интересует, что писали в 30-е годы. Подробно я не буду об этом говорить, а только вот у меня касается такая биографическая составляющая. 33-й год. Поэма Дорошина. Описание дикого края, где жил Павлуш Морозов. Конкретики почти нет. Поэма очень короткая, строится на символах. Тайга, лес, в лесу звери, которые страшнее, их страшнее хищники в селе, это кулаки. За убийство Павлика убийцы дают 30 звонких монет. Практически полное отсутствие событийности, истории. Только то, что касается подвига и гибели Павлика есть. Особенно заметно на фоне требования именно событийности. В вышедшей в том же году, в том же 33-м году, повести Павла Соломейна в «Кулатском гнезде» в предисловии, написанном председателем облбюро ДКО Урабкома ЛКСМ Ломоносова, сообщается, что задача этой повести в простой, безыскусственной форме рассказать о том, как жил, боролся, любит лучшим пионер Советского Союза Павла Морозова. Писать о Павле, значит, писать о юном, герое нашего времени. Ну, а здесь просто сделаю такую пометку на полях, что вот с этим героем нашего времени это действительно очень интересный отдельный сюжет, которым я тоже немножко занималась. Значение понятия герой, выдающийся герой нашего времени, какие контексты за этим идут. А, значит, здесь он лучше образцовый, не такой, как все, но сама его история, которая сделала его именно таким и привела его к подвигу, к которому должны прийти и другие, отсутствует. Далее читаем, что именно о том, как Павлик жил, вот все в том же предисловии читаем, в повести рассказы не вполне отчетливо, цитировав, учиться работать и столько бороться с классовым врагом, так же, как Павел, вот к чему зовет эта книга. Многие моменты жизни Павла не удалось восстановить автору с необходимой полнотой. Мало рассказано о том, как учился Павел, не совсем ясно рассказано, как вырос этот стойкий борец за социализм, недостаточно вскрыта классовая борьба в деревне, конец цитаты. В книге довольно много конкретики, как Павел увидел, что делает отец, что сказал, как пытались его убить и так далее, очень значимые символы, но истории этого выдающегося, не такого, как все мальчика, нет совершенно. Книга Смирнова, 1938 год, начинается с эпизода, когда дети, друзья Павлика, приходят на его могилу, поют его любимую песню «Погиб наш юный барабанщик». До 1921 года здесь шумела тайга, это начало. Финал повести «Последний абзац» в дни революционных праздников, мимо памятника будут проходить тысячи адаптных веселых детей, пионеров и школьников, они отдадут салют Павлику, будут петь песни о счастливой жизни, которую создали нам родная большевистская партия, наш дорогой божь и учитель Иосиф Виссарионович Сталин. Если почитать всю эту книгу, то этот абзац действительно привлекает внимание, потому что Сталина вообще-то там практически, собственно, и нету в тексте. Вдруг возник последним таким словом. До этого было единственное такое упоминание Сталина. И если сопоставить это с текстами Азои Космодемьянской 40-х годов, то видно, что вот самой, пока вот такого символического центра, вокруг которого все выстраивается, с которым соотносится герой, нет. Мне кажется, что это тоже важно для биографии. Страна развивается, но нет здесь еще идей параллельного развития страны и героя. Мать над Федей, над убитым братом Павлика, ставит крест, над Павликом пионеры ставят флажок. Повесть движется от тайги до Сталина. Она описывает процесс появления новой жизни, постепенного отказа людей от старых норм. Но в этом повествовании не важна, опять же, идея развития и становления героев. Важно, что герой стал пионером. После его смерти многие стали пионерами. Как и почему герой к этому пришел, неважно совершенно. Пути истории у героя нет. Также можно было прокомментировать и еще одну книгу, вышедшую в 1940 году, книгу о Павлике. Тоже символы, тоже набор деталей, ограниченные очень и абсолютно отсутствие индивидуальной истории. Павел Соломей, тезка, автор книги, которую я только что называла. Павел Соломей, тезка своего героя. И, вероятно, поэтому он, единственный из всех просмотренных авторов, называет его не Павликом, а Павлом. Хотя практически везде есть соотнесенность с Горьким, и есть тема матери и сына. Во всех остальных текстах Паша, Павлик, Павлуший, даже Пашка. Он простой, он ребенок, но, пожалуй, главное, что означает такая вариативность имен в одном тексте, это именно вариативность, не затвердевшая клише. Эта же вариативность видна в деталях. Из повести в повесть лишь немногие детали переходят без изменений. Например, та самая любимая песня Павлика «Погиб наш юный барабайщик». Биографическая точность не важна. Меняется количество покушений на Павлика, меняется количество детей в первом пионерском отряде. Хотя, казалось бы, эта цифра должна была быть абсолютно четко фиксированной, потому что один из самых первых откликов на смерть Павлика назывался «Один из одиннадцати». То есть один из тех первых одиннадцати пионеров в Герасимовке. Неважно, была ли в Герасимовке Татьяну мать Павлика и Федя, когда их убивали, существенно лет на двадцать меняется возраст бабки и деда, убийц. Да, казалось бы, биографически совершенно проверяемая деталь. Меняется порядок старшинства братьев Морозов. Даже возраст Павлика слегка варьируется. Понимания биографии нет ни на уровне точности факта, я имею в виду, естественно, не в соответствии тому, что было в реальности, а вот просто установки на такую достоверность, ни на уровне повествования. Повествование ведется об истории деревни, событиях 1931-1932 годов, но не о детстве, о взрослении Павлика. Предположим, забегая вперед, в сороковые годы, когда возникали тексты о Зое, что одной из причин тогдашнего движения в сторону биографичности повествования было затвердевание норм. Вот это вот фиксация псевдодостоверных, но претендующих на достоверность деталей. Вот такая биографичность как норма клише. Очень интересно наблюдение Катриона Келли о том, что в очередную годовщину, в 1940 году, смерти Павлика, хотя всегда в эту годовщину что-то печаталось о Павлике, вдруг в «Пионерской правде» ни слова о Павлике, вместо этого начинает публиковаться Тимур и его команда. И о том, что это, видимо, смена такая героя, который востребован. Вот осенью 1940 года оказался востребован «Некоторый новый тип юного героя». Через полтора-два года уже совершенно по иным причинам этот образ был дополнен, отточен и закреплен в поэме Зоя Маргариты Алигер, 1942 год. Значит, перехожу к Зое. Три ключевых произведения о Зое были созданы в течение десяти, даже девяти лет, в те же самые сороковые годы. Первое, помимо всяких многочисленных статей, откликов где-то, «Мусомольской правде» в «Правде». Значит, первый большой такой текст – поэма Зоя Маргариты Алигер, 1942 год, 44-й фильм Зоя Леонштамма, и повесть о Зое и Шуре, впервые опубликованная в 50-м, многожды пересдававшаяся, ну, как бы, такой финал 40-х годов, написанная, авторство матери Зои и Шуры Космодемьянской, но писала и Фреда Викторовна. Значит, все три текста отмечены какими-то наградами. Первые два сталинских премий, что, мне кажется, тоже важно, такое вот движение в какой-то каноничности. Значит, авторы всех трех произведений, в последнем случае под авторами я имею в виду именно Викторову, много общались со свидетелями, с родными Зои, с ее одноклассниками, учителями, с выжившими партизанами, знали о ней довольно много. Тем примечательнее сходство и различие интерпретации образа. Как показана Зоя в поэме «Алигер» в 42-м году, по-прежнему у героя, у Зои, как и у Павлика, нет портрета, но появляются отдельные штрихи в описании детства. Главное, что было в детстве Зои, книжки, по книжкам она училась эмпатии, сочувствую героям за переживаниям, научилась. Эта способность к эмпатии показана как такой финал роста. История героя показана, причем показана как история дозревания до подвига. Все, что было до него, есть предыстория. И таким образом, в детстве истории героя есть что-то неполноценное, не само по себе ценное, но они, пусть и в схематичном виде, появляются. И в этом появлении индивидуальной истории, как мне кажется, ключевая разница между Павликом и Зоей, точнее, между тридцатыми и сороковыми. Важна не история этого роста сама по себе. Важно, что девочка вырастает и страна вырастает. Зоя стала самым поколением, которое растет одновременно со страной. И об этом в поэме много. Вырастает такому счастью в кору девочка богатая моя. Много цитата. Что дает сплетенность детства девочки из страны? Что дает то, что герой ощущает всех и все его помнят? То есть он связан со всеми какими-то мистическими узами. То, что он такой же, как все, хотя в нем чуть ярче проявилось одинаково у всех. То, что его рост отражает рост страны. Мне кажется, что эта сплетенность истории девочки из страны, героя и всех остальных в поэме или тех, и дает как раз тот образец, норму, доступную каждому, доступную именно потому, что у каждого сверстника Зои есть такая же история. Благодаря вот этой параллели истории героя, истории страны. И здесь я повернусь тогда к вопросу о том, зачем был нужен Тимур. Тимур от Павлика много чем отличается. Его совершение как-то обычнее, будничнее. Но важен здесь и возраст героя, точнее год его рождения. Тимуру и Жене, как и Павлику, 13 лет. Но если действие пояса происходит в году в 1939-м, то Тимур и Женя родились и взрослели не в период борьбы новой страны со старым и вражеским, а в период поступательного развития, роста молодой страны. Нужен был герой помоложе. Павлика каждые несколько лет были важны. Зоя оказалась и помоложе, и в 17-го года, и в 23-го, и постарше. В 13-е лет погибла, а в 18-е. Параллель истории личной жизни и истории страны, причем не в том смысле, что советский человек переживает со стороны все, что ей послало, например, войну, а в смысле именно биографической модели пути развития, движения по жизни, кажется мне принципиально важной. Я не произнесла это, но вот эти биографические модели мне важны, как такие траектории, да, на работы нескольких социологов я здесь опираюсь, которые работают с понятием life trajectories. И вот это вот как раз, эту траекторию я и пытаюсь уловить. Именно вот этот вот параллель жизни героя и страны видится мне той культурной ситуацией, которая позволяет говорить о специфике советских биографических моделей, о специфике внимания советской культуры к биографическим моделям, которая в таком виде и в таком форме началась именно во время войны. Во-первых, в связи с войной, а во-вторых, потому что к этому времени действительно выросли дети, родившиеся уже в новой стране. При всей его простоте это наблюдение о параллеле истории личной жизни, истории страны, кажется мне значимым, вот еще почему. Во-первых, потому что сделала актуальными образы прожитого в 60-е и 80-е с их вниманием к слонам и поворотам. Этим я тоже немножко занималась, и там действительно такой всплеск, вот внимание к этой, как бы описание истории жизни, как сломанной, как много раз сломанной. Мне хотелось посмотреть, есть ли какая-то связь между этим таким всплеском внимания к этому и тем, что было раньше. Не в каждые же годы внимание именно к жизни, как к пути, к истории такой, к траектории. Вот было несколько всплесков, как мне кажется, в 70-е, 80-е. И мне кажется, что это связано вот с этой вот 40-х годов, с такой моделью прямого пути. И, конечно, мне кажется, что когда я про это думала, как это в советской культуре, то, конечно, интересно посмотреть, как это связано, как это устроено в немецкой традиции, где новое поколение не успело родиться. Сплетенность истории героя страны в фильме Ронштамма вполне сохраняется в 44-й год. Уходя в партизаны, Зоя говорит матери, что они родительское поколение строили Днепрогресс, который сейчас разрушен, поскольку он разрушен, она идет в партизаны. Там сохраняется, не буду еще приводить какие-то примеры, но там на уровне кадров вся эта сплетенность, ее рождение, история страны абсолютно даны. Счастье снова дано как норма, как статус страны Зои, родившейся в этой стране, но гораздо больше, чем в поэме, это не может быть иначе в фильме, дано детали и подробности, претворяющих стереотипный образ во что-то менее стереотипное. Бестелесность Зои в поэме, конечно, заменяется в фильме вполне очевидным образом. Образом девочки, потом девушки-старшеклассницы. Не так часто она в кадре, но несколько, прямо одна в кадре, но несколько кадров таких есть. Сохраняется, даже усиливается внимание к ее истории, к истории ее роста, которая есть история подавления в себе страха, выработки принципиальности, демонстрации сверстников примера. В повести Викторовой, 50-й год, космосеменской Викторовой, так подробно описано детство Зои и сама Зоя, что история ее становления героем перестает быть единственной ее историей. История ее отношений к братам есть, школьная история и так далее. Но в повести Зоя встраивается абсолютно в ряд героев, о которых она думает. Летчики, Киров, солдаты в Испании, Огот. К началу 50-х становится не так важно, что герой, как все, един со всеми. То, что было важно прямо во время войны, теперь важнее, что он выделен из ряда. Это возврат к тому статусу образа героя, который был в середине 30-х в случае с Павликом Морозом. Кажется, что наиболее пристальное внимание к биографии не как к содержанию жизни, а как к пути истории образцового советского человека, так, по крайней мере, получается с молодыми героями, приходится на военные годы. Однако связано это не только с самой войной. Война просто востребовала и закрепила то, что формировалось уже в конце 30-х. Установку на стереотипизацию. Сталин как центр Москва, как символический центр. Обычность, неэкстраординарность героя, параллельность развития и страны. И, соответственно, в этом включено внимание к истории героя, которая является проекцией истории страны. С другой стороны, в предвоенные годы, что видно по дискуссию героя конца 30-х годов, в обсуждении нормальной биографии, большее внимание уделялось вопросам о том, что можно проживать. А в самом начале войны, вместе с перенесением внимания на изображение героической смерти, до которой ее надо суметь дорасти, большее значение приобрела биография как путь истории. И, соответственно, во второй половине 40-х она опять стала не столь значима. Я уже буквально два последних предложения произношу. И они такие, что если, посмотрев тексты о Зое 40-х годах, вплоть до 50-го года, до повести о Зое и Шуре, вернуться к истории Павлика и посмотреть, что с ней происходило в 50-е, 60-е, 70-е, то бросится в глаза, что были переделки, что те, кто писали в 30-е, существенно переделывали повесть. Добавился к ним несколько еще новых авторов, в том числе Степану Щепачеву. И в тексты, повторяя, варьируя старые версии, при этом как бы повторяют уже ставшие нормальными в текстах о Зое клише о героях. Главная черта Зои теперь тоже предана Павлику. Он вдруг тоже начал читать книжки и оттуда набираться сочувствием к героям другим и становиться, учиться быть героем. Подчеркивается его русость, которая, естественно, звучит как бы в паре с этой русскостью и которая, в общем, в истории с Павликом совершенно не нужна, она была важна в истории Зои. Переписав через 30 лет свою повесть о Павлике, Соломеен, которому когда-то, помните, советовали больше внимания уделять биографии Павлика, вот он 30 лет держал это, видимо, в уме, и с некоторым опозданием выполнил все-таки совет автора и в повествование о Павлике добавил деталей, убрал, символ стало не так заметно, стало меньше. События добавились, добавились новые персонажи. Внимание при этом к самой истории как модели, как к направлению движения при этом тоже несколько теряется, как и в истории о Зое 50-х годов. Вероятно, этому способствует и отсутствие всех объединяющего центра фигуры Сталина или образа Москвы того, к чему все становится. Спасибо. Спасибо. И сейчас, пожалуйста, если есть какие-то вопросы или комментарии, у нас есть 7 минут. Да, придется говорить единственное в микрофон, поэтому давайте руку, я подойду в микрофон. Спасибо большое за доклад. Хотела спросить, правильно ли я понимаю, что среди всех текстов, которые вы обозреваете в своей работе, текст Викторови единственный образец жанра, когда писатель пишет за свидетелем, в кавычках, да? Ну или в соавторстве со свидетелем, который сам не может написать. Если единственный, то смотрели ли вы параллели аналогичные примеры того же жанра в те же годы в советской литературе? Поскольку вот меня тоже этот текст Викторово интересовал, этот жанр интересовал. И как-то еще один мой вопрос. Не являются ли многие черты вот этого повествования о Зое родовыми чертами именно этого жанра, когда говорит свидетелем, за ним записывает писатель? Спасибо. Я хочу с второго вопроса. Все-таки там были тексты до этого Алигер и Фильмарштама, и там как раз как бы это подано так, что они вместе ездили и опрашивали свидетелей. И что вот черты какие-то того, что они, то, что они о ней говорят, это вот и есть, это достоверно, потому что работали со свидетелями, да? Вот появляется вот эта вот сама установка на достоверность, которой с Павликом, казалось бы, тоже много. Соломеин был в этой Герасимовке. Он журналист, користолет, который должен писать, да, об этом. И это абсолютно не важно. Достоверность деталей не важна. Поэтому мне кажется, что вот если говорить о чертах, присущих самой Зои, то да, действительно их пытались как-то унифицировать, но мы, конечно, помним и знаем, что у Вигдоровы были какие-то еще дополнительные свидетельства, которые она не могла внести в повесть, да, которые оставались за абордон. То есть мне кажется, что... Вот вопрос про что? Про то, насколько сохранятся черты самой Зои или стереотипы? Вопрос про то, что происходит с жанром биографии, когда основной и как бы канонический свидетель находится под боком у писателя, и более того, он остается под боком у писателя из столицы нашей Родины, городе Москве, и после выхода биографии. И продолжает транслировать этот биографический нарратив дальше. Появляются дополнительные детали, естественно, в большом количестве. Появляются детали, но при этом интересно, что в значительной степени это не те детали, которые воспроизвел и рассказал вот тот самый свидетель, который вообще-то есть мамой, который должен знать все. Да, есть совершенно прекрасный текст самой этой несчастной Космодемьянской с подробным описанием деталей, большинство из которых не вошли потом в итоговый текст. То есть мне кажется, что воспроизводились, во-первых, какие-то факты, которые уже были до того, а кроме того было приписано много всего этому герою, что не имело отношения биографически к нему, но что позволяло дать историю детства, созревания, взросления в каком-то кругу контексте. Два коротких комментария. Мне кажется, что очень важно в том, что вы говорите, это смена, вы рассматриваете смену смысловых акцентов, мне представляется не менее важной смена жанровых моделей, потому что проблема состояла в том, что про Павла Коворозова объективно было очень малоизвестно, в отличие от Зои Господиньянской. Но вот влияние Горького, мне кажется, это очень важная деталь, которая, как бы сказать, у вас сюда просто милоходно привлекнула. Дело в том, что другая каноническая биография 30-х годов, это автобиографический текст Николая Островского «Как закалялась сталь». В этом случае человек, хотя был совершенно недвижен, мог шевелить только одной рукой, но про него была известна вся биографическая документация, в отличие от Павлика Морозова. Но влияние Горьковских жанровых моделей на него не менее на его автоописание и на представление его другими, например, Михаилом Кольцовым, не менее значимы, чем в случае с Павликом Морозовым. Второй мой комментарий касается ваших немецких аналогий. Проблема состоит в том, что фильм «Юный Гитлера и скверс», о котором вы говорите, является экранизацией романа. И это принципиально отличает его от произведений на Павлике Морозова, которые претендовали на создание событий. В этом смысле, представляется, может быть более точным было бы сопоставление канонизации Павлика Морозова с канонизацией Хорста Весселя в нацистской Германии, поскольку Хорст Вессель был реальным персонажем, реальным человеком, о котором тоже достаточно много было известно. Благодарю за работу. Спасибо большое. К сожалению, время кончилось. Большое спасибо. И поэтому я вас призываю, впрочем, не уходить за рамки 15 минут, чтобы у нас осталось больше.